Предсерийный образец вилорана был показан еще осенью прошлого года в Гуанчжоу, а ближе к старту продаж Volkswagen расщедрился на новые подробности. Семиместный двухобъемник отличился богатым оснащением и капитанскими креслами второго ряда. Volkswagen позиционирует автомобиль как роскошный бизнес-вэн. В Китае простор и высокий потолок в салоне ценятся не только большими семьями, но и бизнесменами. Они ценят подобные машины за салон, в который можно заходить не пригибаясь, и использовать как конференц-зал. Места Volkswagen Veloran действительно много, поскольку это самая крупная модель из выпущенных на платформе MQB с независимой задней подвеской. Она на 20 см обогнала своего соплатформенника крупного кроссовера Terramont. Длина 5346 мм, ширина 1976 мм, колесная база 3180 мм, а высота составила 1781 мм. Автомобиль оснастят колесами диаметром до 20 дюймов. Такие размеры позволили сделать салон более просторным. Его оснастили тремя рядами кресел и еще осталось 440 л багажного отделения. На втором ряду два капитанских кресла, который у топ-версии имеет электропривод, выдвижные подставки для ног и крупные подлокотники со встроенными подстаканниками. Правый седок имеет в распоряжении кнопки управления передним пассажирским креслом, как в представительских седанах. Третий ряд рассчитан на троих седоков. У вена такая же передняя панель, что и у Terramont. Заменили лишь дефлекторы обдува, а блок управления климатической установкой сделали сенсорным. Также в список оборудования входит виртуальная приборка, мультимедийная система с голосовым управлением, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробке, система автоторможения с функцией распознания пешеходов и удержания в полосе движения, автопарковщик. Переднюю часть минивэна оформили в стиле флагманского Touareg. Новинка получила похожую радиаторную решетку и адаптивные матричные фары. Как полагается китайскому рынку, экстерьер автомобиля декорирован хромом. Верхние и нижние решетки, окантовка стекол, вставки на заднем бампере и планка, соединяющая фонари, хромированные. Силовой агрегат заимствован у китайского Terramont. Это бензиновая турбочетверка 2 литра TSI, в двух вариантах форсировки. 220 л.с. 350 Нм и 186-сильный вариант на 320 Нм. Семидиапазонный робот DSG DQ500 безальтернативен, привод только передний. Veloran поступит в продажу 28 мая с начальной ценой в 49 500 долларов. Экспортных планов пока нет. Но как вы думаете, новый бизнесвэн нашел бы своих покупателей в России? Пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok